Здравствуйте, с вами Азрей Таркенов, это программа «Здесь и сейчас». Сегодня у нас спортивная тема. Копилка Карачао-Черкесии пополнилась очередными медалями. Три золота и одна бронза. И все это завоевал, внимание, один человек. У нас в гостях мастер спорта по дзюдо и самбо Мурат Каготов. Мурат, ассалам алейкум, мы тебя приветствуем. Мы тебя поздравляем, рады, что Карачао-Черкесия, как всегда, показывает достойный результат на всевозможных турнирах. Ну, давай по порядку. Я озвучил, что у нас три золота, на столе мы видим только две золотые медали. Знаешь, что там история довольно-таки смешная, парадоксальная. Расскажи, почему третьего золота сейчас нету на столе? Да, к сожалению, у организаторов получилось так, что один ящик золотых медалей до них не долетел. Не ожидали, наверное, что столько золотых медалей придется раздавать жителям Карачао-Черкесии? И они обещали по почте отправить еще с бонусом, с фирменной футболкой организации. Ага, здорово. Так, итого у нас получается, ты завоевал, я правильно понимаю, за один день три золотые медали и одну бронзу? Да. Ну, как это технически возможно? Это разные номинации? Кстати, и я озвучу, какой вид спорта? Получается, бразильское джиу-джитсу, там боремся в ги, это если объяснить в кимоно, в кимоно, как по деду. И есть ноги, это уже получается в шортиках и рашгарде. Так, а отличия? Два веса. Там, получается, все приемные правила одинаковые, просто там в куртке вот… Кимоно. Да, кимоно. А здесь без кимоно. Вот первые два золота я выиграл, получается, в кимоно и без кимоно. Первый раз боролись на 85 килограмм. Это для меня новый вес, я вообще 77 выступаю. Ну, сейчас получился эксперимент. Так, ну и каково вам было в новом весе? Ну, честно сказать, комфортно себя чувствовал, потому что… Комфортно в тяжелом весе? Да, да. Потому что, как бы, скорость, скорость, что опережала соперников. Они там здоровы, да, физически. Ну, скорость и техника чуть-чуть помогло, конечно. Итак, вот, чтобы наши обыватели, телезрители полноценно понимали, технические отличия джиу-джитсу, грепплинга, того же дзюдо, самбо. Вот в чем они, помимо кимоно? И, как ты сказал иногда… Да, у нас есть там разделы пояса. Пояса белые, синие, пурпурные, коричневые и черные. В дзюдо там уже разницы нету. Ты по белым поясам, ты можешь уже выступать с черными поясами. Как бы ограничений нету. Вот здесь джиу-джитсу подходит всем. Вот, если вы захотите сегодня заниматься джиу-джитсу, вы можете года два позаниматься и уже выступать на профессиональном уровне на соревнованиях. Ну, начальный этап – это белые пояса. Белые пояса, потом синие, пурпурные, коричневые и черные. Вот, отличие только в этом, можно сказать. И борьба в джиу-джитсу, она в основном в партере. Вот, можно сказать, если начали бороться в партере, пять минут дается время только в партере бороться. Вставать нельзя? Ну, если получится встать, конечно, можно. Но в основном и в партере заканчивается. Но начинают они в партере сразу? Стойки начинаем бороться. И, как бы, один спортсмен сразу инициативу берет ложиться на спину. И работает снизу. Как бы, все приемы джиу-джитсу, там, удушающие, вот эти, болевые, уже они, базовые такие джиу-джитсы, привыкли снизу работать. А мне удобно сверху работать, потому что, как бы, да, самбо, дидо, база. Дает о себе знать. А все приемы, которым можно победить соперника, это как раз удушающие, болевые, броски есть там? Броски есть, да. Но они оцениваются только в два балла. В принципе, по зрелищности красота, а по результату всего лишь два балла. Да, результат очень маленький, да. У них, у нас в джиу-джитсу позиционная борьба, позиции. Если взять спину соперника, сзади, вот, обхватить его ногами, руками, четыре балла дается. Вот, естественно, по дидо, за это нам ничего не давали там. Вот, разница, такие маленькие нюансы есть, что... А грепплинг, это полностью уже партер? Грепплинг, то же самое, что можно сказать джиу-джитсу, просто названия, можно сказать, ну, разные. А так, там тоже в кимоно и без кимоно тоже борьба. Итак, как дались тебе эти победы? Легко, тяжело и какими приемами ты их одолел? Ну, все схватки... Сколько, кстати, схваток было? По-своему тяжелые были. Я уже в четырех весах боролся, уже не запомнил, если честно. Где-то шесть-семь схваток в каждом разделе по две схватки было. В один день? Да. В каждом разделе, в четырех разделах боролся. Помню первые два, конечно, самая первая золотая медаль, она запоминается. У меня соперники были очень на профессиональном уровне. Ну, мы первый раз встречались. Когда мы первый раз встречаемся, естественно, многие там не ожидают, что им будут делать болевую на ногу. Вот ахилл. Ахилловое ущемление. И когда соперник только начали бороться, он сразу в партер лег. На спину лег и начал затягивать меня к себе. Хотел там уже треугольник, там, удушающий, вот такие моменты. И удалось за буквально сорок секунд... До окончания фаунда? Нет. В начале же схватки. Инициатива взял свои руки. Когда он затянул меня в партер, я сразу взял свой... Коронный прием. Коронный прием. Ахилловое ущемление. И выиграл сразу. Выиграл схватку болевым на ногу. Естественно, чуть обрадовался, чуть настроение. Уже готовлюсь на вторую схватку. Вторая схватка. Это еще более опытный спортсмен. Он смотрел мою предыдущую схватку. Изучал. Изучал, да. И мне уже тяжело. Тяжело мне было делать свой коронный прием. Мы начали также бороться. Он в партере. Тоже любит снизу работать. Он мне не давал ногу. Ну, я, можно сказать, чуть-чуть схитрил. Отдал ему свою руку на болевой. Чтобы он начал делать болевой на руку мне. При этом ты сильно рисковал. Да, рисковал. Он там мог его сделать? Рисковал, да. Очень рисковал. Ну, чтобы гард открыть. Гарда – это когда я нахожусь сверху, он закрывает ногами меня. И не отпускает. Не отпускает. А мне надо было как-то хитро сделать. Я ему потянул руку. Он открыл гард и на болевой на руку полез. В это время я спросил его ногу с болевого. И сам на болевой вышел. Ну, там, можно сказать, где-то около минуты. Крутились. Крутились. Кто из вас сделает первый, да, болевой? Да, да. Я вот, можно сказать, все усилия отдал. Я когда взял на болевой и начал тянуть. Он выходит, короче. Один раз вышел. Потом на меня идет. Я еще опять вторую попытку сделал. Он выходит, третью попытку сделал. Я уже думаю, неужели не пойдет эта жена. С таким этим, если надеждой последний раз взял четвертый раз. И он постучал по ковру. И, естественно, я обрадовался первой золотой медали. Итак, говоря о коронном приеме, мы знаем, что в спортивных кругах у вас прозвище Ахиллес. Почему именно пятка? Редко кто выполняет это упражнение, потому что оно сложное, либо какое-то, я не знаю, непредсказуемое. Можно сказать, на этих соревнованиях только я выполнил четыре раза, три раза именно этот болевой на ногу. То есть пятка принесла эти все золотые медали? Можно сказать, да. Можно сказать, золотая пятка, да? Да, золотая пятка. Ну, Ахилл, тренер тоже, можно сказать, прозвище дал, Ахиллес. Уже друзья в шуточной этом стикеры даже сделали, что вот пятку держу там, Ахилл. Ну, самбо все равно. Ну, это же тоже 15 лет за спиной школа самбо, дидо. И оттуда этот прием, можно сказать, Ахилл. Очень сейчас пригодился. Мы видим, где-то из 15 соревнований, где-то 13 я выиграл этим приемом. Ну, мы тебе желаем, чтобы дальше пятка тебя не подводила. Давай, пользуясь случаем, как раз покажем телезрителям медали. И заодно скажем, где проходил чемпионат. Вот это у нас золотая медаль. И вот там я видел флаг России и еще один флаг. Вот расскажи об этом. Это что означает? Какой страны? Арабские объединенные эмираты, Абу-Даби. Эти соревнования проводили совместно Россия и Абу-Даби. Международный уровень был. Да, то есть чемпионат мира проходит в Абу-Даби, чемпионат России в России проходит. Каждый год они вот эти турниры проводят, самые такие, можно сказать, основные турниры, где собираются все джицеры мира, страны и очень большая конкуренция. А где проходили это? В Москве? Проходил в Москве, да. В Москве проходил турнир. Организация на высшем уровне. Там и просто не ничего, даже можно сказать, про какие-то претензии. Единственное, то, что медали не хватило. Нет золотой медали. Как тут без претензий? Ну, ждем медали в футболку. Слова должны свои сдержать. Так, ну, давай расскажем о твоей подготовке. Как долго ты к этому шел и сразу ли согласился? Честно сказать, я травмировался во время подготовки. У меня была травма спины, как бы. Обратная сторона медали большого спорта. И, можно сказать, почти месяц я занимался восстановлением. Восстановлением, да. Ну, уколы тоже сделал. Пришлось уколы сделать с невролога. Чуть защемления нерва было. Ну, слава Аллаху, не такое сильное. В течение недели, можно сказать, восстановил. Более все ушли. И я начал ходить на тренировку. Естественно, тренер тоже. Да, имя тоже тренера звучит. Азамат Кубанов Муратович. Мой личный тренер. Очень переживал. И даже, когда я на тренировки приходил, он мне не разрешал заниматься. Я всякими ухищрениями там, можно сказать, где-то две недели я физической подготовкой занимался. Турник, брусья там, ну, всякие упражнения делал, чтобы здоровье восстановить. Тренер узнал, что я поеду на эти соревнования за два дня. Ого! За два дня. Я уже зарегистрировался, все, билеты взял. Ну, тренер, как мы знаем, волнуется своих подопечников. Потому что, в первую очередь, здоровье ученика. Ученика. Он переживает. Ну, я себя уже на это время хорошо чувствовал. Ну, ни одну схватку, можно сказать, не проводил, боялся. Конечно, психологически это очень тяжело. Да, да. А во время схваток, борьбы спина не давала себе знать? Вот, на самом деле, Всевышний помогает. Ни одна мышца не заболела. И до сих пор всей схваткой провел удачно. Когда уже соревнования закончились, ну, очень обрадовался, когда уже без травмы, четыре медали. Ну, еще бы. Естественно, тренер тоже обрадовался уже. Он в это время был на чемпионате по ММА в Майкопе. Там наш клуб выиграл общекомандное первое место. Из, можно сказать, десяти человек они выиграли восемь золотых, две бронзы, очень достойную эту конкуренцию показали. Два больших кубка забрали. В один день, короче, у Черкесии столько золотых медалей завоевал. Здорово. Заслуга тренера. Заслуга тренера. Он вкладывает учеников в нас, вкладывает. Условия очень хорошие находит, где мы сейчас занимаемся. В Хаммере, самом, можно сказать, одном из лучших клубов нашей Черкесии. Все условия там у нас, и баня есть, и качальный, и кроссфитовская зона. Полностью весь комплекс для выступления. Да, для профессионального спортсмена все, что надо, там есть. Конечно, благодаря тренеру он находит условия. Мы ему очень благодарны. Он нам и как старший брат, и наставник всегда помогает, поддерживает. А вот, говоря об этих состязаниях, он такой же завершающий, разовый был? Либо это этап к следующему какому-то турниру? Ну, вот сейчас в апреле месяце в Абу-Даби чемпионат мира будет. Так. Второй этап. Вот сейчас чемпионат России, в России. И вот собираемся, если все будет хорошо, без травм, выступить уже на чемпионате мира. В Абу-Даби? В Абу-Даби, да. Очень здорово. Там, конечно, хочется тоже достойно выступить. Все четыре золотых забрать. Можно сказать, очень большое желание. Главное поймать пятку во время. Да, да, да. Итак, Мурат, говоря о твоем базовом спорте и говоря о тренерах, с тренерами тебе повезло, потому что я тоже свою лепту внесу. Признаю телезрителям, когда-то мы занимались с Муратом вместе у легендарнейшего тренера нашей страны, заслуженного тренера России Вячеслава Ивановича Пчелкина. Долгих лет ему жизни и здоровья. Вот 15 лет ты сказал, что ты был в дзюдо и самбо. Это очень большой срок, когда многие уже завершают карьеру. А почему вдруг ты решил поменять спорт и уйти в другое направление? Ну, как бы сказать, даже вот мне вот 25 лет, когда было на то время, уже четверо детей. Многодетный отец плюс ко всему этому. Да, приходится на двух-трех работах работать. Может, где-то года три-четыре мне вообще не получалось заниматься, потому что семья тоже на первом месте у меня. Обеспечивать семью, их условия создавать семьи. Приходилось на двух-трех работах работать. Потом, уже когда дети чуть подросли, уже у меня два сына, две дочки. Старший сын уже ходит на деду. Пошел по следам отца? Да, он самостоятельно занимается, ездит. У нас в селе есть очень хорошая школа деда. Кишмаха Муса тренирует. Он уже два года выступает. Ну, естественно, я примером хочу. У меня мотивация. Он занимается, сейчас подрастет, будет видеть. Отец выступает, он тоже захочет выступать, выигрывать. Как говорится, чем сто раз сказать, один раз показать. Из-за этого вернулся в большой спорт. Буквально два года начал заниматься джиу-джитсу, грэплинг. И мне очень понравилось эти виды спорта. И развиваться очень интересно. Много интересных соревнований проводит. В 15 лет, конечно, самбо и дедо тоже, можно сказать, выполнил мастера спорта России по двум видам спорта. Дальше тяжелее. Потому что там разделов нет, возрастных категорий нет, можно сказать. Там уже выступаешь с молодыми, когда ты выходишь с 20-летним парнем. Уже возраст прожимает. Мне 34 года уже. 34 года. 34 года. Мне кажется, самый сложный рубеж для спортсмена, когда вот как раз 25, когда семья, когда нужно зарабатывать, когда нужно уже обеспечивать. И тут многие оставляют спорт полностью. Уходят в работу, в семью. Как удалось этот психологический рубеж преодолеть? И вот сейчас, на данный момент, 34 года. Многие давно уже как бы оставляют спорт и вешают перчатки на гвоздь. Откуда мотивация продолжать дальше завоевывать новые медали? Мотивация. У меня отец. Отец очень любит спорт. Он всегда поддерживал и поддерживает. Мне хоть трудно после работы, я все равно захожу в спортзал. Тренер знает, до 11 часов ночи я занимаюсь. 11 часов ночи вот так домой возвращаюсь. Отец это все видит, поддерживает. Эти соревнования он смотрел дома в прямом эфире. Ого! Какой канал трансляции? Прямая трансляция, канал в ютубе есть. Все свадки отец дома смотрел. С сестрами, с семьей, с детьми. После первой победы он, честно, очень расстрогался, заплакал. Потом спрашивал. Слезы отца радости очень много выстроят. Из-за этого у меня большая мотивация дальше идти, выигрывать чемпионаты мира, Европы. Ну, чтобы радовать родителей. Это самое главное. Я сразу видео скинул отцу, посвятил ему первую золотую медаль. Ну, больше этой мотивации что может быть. Все верно. Ну что же, говоря о твоих предыдущих состязаниях, это тоже были удачные, тоже золотые медали. Расскажи о них, судя по нашим сюжетам, которые мы не так давно, кстати, показывали. Тоже были хорошие результаты? Да. В Краснодаре? Или на этих же соревнованиях? А вот последние за полгода давай возьмем. Ну вот, предыдущий у нас Южный чемпионат России был в Краснодаре. Тоже по джиу-джитсу? Тоже по джиу-джитсу, да. Там, можно сказать, четыре тоже медали завоевал. Одна золотая, серебряная и две бронзовые. И снова пятка. И снова пятка, да. Может, ты не умеешь другие упражнения делать, только за пятку хватаешься? Что-то очень предсказуемо. Азаред, я соперникам говорю, я только умею один прием. То есть они знают все? Все знают. И все равно эта пятка оказывается у тебя в руках? Все знают, естественно, когда выступаешь уже там, каждый изучает короны прям слабые, сильные стороны. Мои соперники, можно сказать, после первой сватки, второй сватки уже все знают этот прием. Даже вот когда я в финале выиграл, здесь первую золотую медаль, выходим, у нас все равно хоть выиграл, проиграл, всегда уважение к сопернику проявляю. Мы подружились там, очень хороший парень. Он говорит, я, говорит, знал, что ты это сделаешь. Я готовился защищаться под это. Ну, ты все равно сделай, говорит. Я тоже ему говорю, я тоже знал, что это буду делать. Говорю, ну, получилось. Ну, слава Аллаху, вот так. Тяжело, конечно, после второй сватки уже, когда все знают. Вот в Краснодаре тоже у меня получилось сделать эти приемы, пятку. Вот там тоже, можно сказать, четыре. Четыре из четырех возможных забрал. Я говорю, у нас абазинский народ маленький, надо оптом забирать. Мне учатся, друзья, говорят, после второго остановись, все, хватит, нагрузки не хватит. Чем больше мы свое не оставляем, мы свое забираем. Будьте справедливы, если мы скажем об обратной стороне медали, спорт, большой спорт, это всегда сопряжен с травмами, сопряжен с какими-то психологическими проблемами, барьерами. Вот расскажи, за столько лет, наверняка у тебя уже, наверное, как у Джеки Чана, есть определенное количество травм, есть какие-то свои слабые места. Вот именно, знаешь, как бывает, когда спортсмен получает травму, потом травма уже залечена, но боится все-таки рубеж этот стоит психологический. Да, у меня были, да, травмы, да, очень, ну, в основном со спиной у меня связаны нагрузки. Когда я еще выступал по дзюдо, у меня все броски были со стойки, боковой переворот, а там физическая сила и спина постоянно участвовала. И когда боролся, когда поднимал, бросал, у меня много раз спина прихватывала, болела тоже в такие моменты. И, можно сказать, даже из-за этого я перешел на джиу-джитсу, чтобы там... Меньше нагрузки. Да, меньше нагрузки, потому что в партере борешься, на спину такой нагрузки не идет. После травм иногда хочется, конечно, оставить, думаешь, уже возраст, там, и говорят, семья, ты уже для нас чемпион, ты выиграл, там, хватит уже. Все доказал уже. Да, все доказал, ну, душа еще хочет выигрывать. Пока есть мотивации, есть, которые болеют за меня, люди непосредственно, я же сказал, отец, отец, пока могу, хоть до 40 лет, хочется выступать, радовать. Ну, радость приносить, это на самом деле самая большая мотивация. То есть ты себе уже ставишь такой рубеж, до 40 лет примерно, если все получится, выступать. Ставлю, да, до 40, это, думаю, как минимум, ставлю 40 атак. В джиу-джитсу у нас есть и возрастные спортсмены уже, так, более... По ветеранам. По ветеранам, да, и 50 лет выходят, и в хорошей форме. Мы видим сейчас действующих чемпионов EUC в 42 года, которые выиграли поезд. Вот, пример, вот, занимаются они не так только для себя, а занимаются на профессиональном уровне. Но вот тут не могу не спросить, а допинг-контроль они проходят? Там они проходят, они проходят. У нас тоже на чемпионат мира даже мы сдаем допинг-контроль, без этого никак. Вот, если взять, в общем, вообще, почему я занимаюсь еще спортом? У нас молодежь очень рано оставляет спорт. В 18-16 лет они себя считают ветеранами. Я хочу доказать обратное, чтобы они занимались, не оставляли спорт, радовали своих родителей. Чем может сын обрадовать отца больше, если не достижениями? Он может достижениями свою нацию, свою фамилию, свой род поднять на такой уровень, что весь мир будет ему аплодировать. И мы видим яркие примеры этому. Вот это хочется, чтобы до нашего молодежи донести это в 34 года или в 35, это не предел всему. Можно еще заниматься, выигрывать чемпионаты мира России и Европы. Вот, я хочу, чтобы наша молодежь приходила к нам в спортзал. У нас много спортзалов в республике, вы знаете, глава республики много объектов открыл спортивных, очень на серьезном уровне. Спорт стал намного доступнее, чем раньше. И у каждой возможности есть, не как раньше, там один спортзал, там мы занимались, помните, 300-200 человек в одном зале. А сейчас, к сожалению, большие, красивые залы, а там занимаются 20-30 человек. 20-30 человек, все условия есть. Естественно, еще хочется, чтобы поддерживали нас спортсмены в плане спонсорских моментов, чтобы мы могли ездить на соревнования. Вот, получается, пока что вот эти соревнования, можно сказать... За свой счет. За свой счет, да. Я хочу поблагодарить Баташева, Руслана, Ионова, Мурата. Они все мне помогали. Они все мне помогали именно финансово. А это очень важно. И много еще разных людей, которые помогли, чтобы я мог выезжать на соревнования. Потому что каждое соревнование это 30-40 тысяч расходов. Естественно, если ты в месяц можешь в два соревнования выучить, 70-80 тысяч. Я очень благодарен этим людям, что они поддерживают. И с помощью их можем выезжать и достойно представлять республику на таком уровне. Как ты сказал ранее, ты многодетный отец, 4, да? Две дочки, два сына. Это, конечно, ты настоящий пример для подражания. Не только для них, но и для молодежи Карачао-Черкесии. Мы всегда за здоровый образ жизни, за спорт. И даже люди, которые не занимались спортом, всегда, конечно, проявляют уважение к таким людям, как ты. Но мы знаем, что это не только твоя единственная работа. Ты еще и занимаешься социальной составляющей. Ты руководитель газеты «Ассалам» в Карачао-Черкесии. Газета очень добрая, религиозная, разрешенная у нас. Вот расскажи немножко о ней, об этой работе. Да, добрая газета «Ассалам», она на федеральном уровне выходит, одобренная нашим духовенством. Исмаил Хаджабердиев сам лично тоже поддерживает, говорит, что мы доносили каждый дом, каждому жителю. В этой газете доброта, нравственность, семейные ценности, чтобы люди любили друг друга, уважали. На сегодняшний день что нам не хватает в обществе, чтобы доброта, уважение, взаимное отношение. Мы сегодня видим очень много негативных поступков, которые молодежи следуют, подражают, как бы плохому, говорят, быстро учатся. А когда хорошее делаешь, вот они, можно сказать, не замечают. Вот хайпуют на плохих этих… Собежи, наверное. Да. Я вот не поддерживаю, когда человек спортсмен, он должен быть духовно нравственно силен и физически. А когда мы видим, что человек только физически силен, он может себе позволять, даже вот в прямых эфирах мы видим маты, там, оскорблять, он может стать соперником, да, в своем плане ударить. У нас такого не должно быть. В этой газете я непосредственно работаю, потому что там добрые вести, там уважение друг к другу, к семье, к родителям. Независимо от конфессии, независимо от какой нации, национальности, конфессии человек, она всем подходит. Она вот на федеральном уровне, в других регионах у нас покупает и подписной она бывает у нас. Люди благодарят. Когда видишь, как они благодарят и они пользу получают, мне больше еще хочется работать, мотиваться. У нас коллектив, все ребята, которые работают, очень порядочные, добрые ребята такие, они очень болеют за меня. Даже вот когда на соревнования выходил, весь коллектив, они смотрели в прямой трансляции, в прямой трансляции болели и поддерживали. Для меня это мотивация. Какой-нибудь добрый поступок оставить после себя, внести в общество доброту. У меня вот есть эта работа, добрая газета, а сам в этой газете, и за это я работаю. Ну что ж, Мурат, к сожалению, наша передача подошла к концу. Огромное тебе спасибо за беседу, огромное тебе спасибо за дело, которым ты занимаешься, за популяризацию спорта, здорового образа жизни и хорошего, порядочного парня. Это большой пример для нашей молодежи. Вам спасибо большое, что внимание уделили, пригласили к себе в студию, очень приятно. Также телезрителям желаю, чтобы они занимались спортом, выигрывали большие достижения, радовали своих родителей, чтобы у нас в республике были спортивные, нравственные люди. Я хочу, чтобы у нас республика развивалась в таком плане. Золотые слова. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Здесь и сейчас». Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Занимайтесь спортом.